В Европе сейчас творится полный хаос. Конечно, для России выгодно, когда государство, непосредственно страна принимает политическое и экономическое решение сама, самостоятельно. И когда этой стране никто не навязывает свое мнение, когда страна думает о собственных гражданах. И когда она политически понимает, что если она будет дружить с Россией, если она будет экономически поддерживать свой политический и экономический потенциал, и производить непосредственно торговлю, то ей этой стране будет выгодно. Что мы видим сейчас? Мы видим сейчас, что Европа разваливается по кускам, как разваливается Украина. Почему? Потому что европейцы сейчас не думают о собственном народе. Они думают, как бы им выслужиться перед Америкой и исполнить все те указания, которые им дает Америка. Вот это большой хаос. Вы посмотрите, какая деградация происходит сейчас в Европе. Такие понятия, как мама-папа отменяется, педофилия начинает занимать первое место, мы видим везде голубых, мы видим везде лесбиянок. А то есть именно понятие семейственное, понятие ценности любви, радости, гармония мужчины и женщины, это потихонечку утыхает. Америка поставила перед собой задачу таким образом развалить полностью Европу для того, чтобы у Америки не было именно экономического такого, будем говорить, не партнера, а больше как конкурента. Да, правильно. То есть больше как политического конкурента. Вы поймите, мы, Россия, для Америки не конкурент. Мы политически всегда были наравне с Америкой. И сейчас Америка пытается задушить Европу для того, чтобы нанести и моральный, экономический, политический вред непосредственно России. Я скажу честно, у Америки это не получится, а вот европейцы бедные, мне их жалко. Почему? Потому что они себя и жили, они уничтожают собственное государство. И я думаю, скоро Европейского Союза, ЕС, просто-напросто такого не будет существования. То есть каждая страна поймет, что в первую очередь, когда руководство идет во власть, оно должно думать о собственном народе. И это будет огромный большой потенциал роста с дружбы непосредственно стран с Россией. И все будут тянуться к России как к могущественному большому государству, как к большому отцу, который будет помогать своим детям.